я раз сегодня вас всех здесь приветствую мы сегодня будем говорить не о чем-то очень полезным и попробуем сегодня поугадывать наше некое определенное приближенное или какое-то удаленное будущее моя не знаю там мой рассказ будет называться там дизайн назад в будущее почему именно назад будущее она по причине того что ближайшие там два-три года будет некий уход определенных дизайн тенденции от того что я сейчас к неким вещам которые были в течение последних 20-25 лет итак начнем вообще если говорить честно то всякий там не знаю любой прогноз любое любая попытка предсказания будущего это такая потешная история в результате которого в итоге до поставка когда будущее настаёт всем становится смешно так или иначе где-то лет 16 назад я услышал такую историю они достаточно регулярно кстати происходит когда пионерском лагере артек было вскрыто так называемая яма будущего у нас по стране достаточно большое количество и из этой ямы был скажем так вытащен некий маленький предметик ящичек так называемая капсула будущего это популярная тема в советском союзе который молодежь тех лет писала некие определенные послания о том как они видят будущее и чтобы мы открывали эти капсулы и смотрели реально ли воплотилась то о чем представляли наши предки так вот в этом послании от ребят из артека было написано о неком предположении о том что космическая индустрия советского союза вышла какие-то невероятные высоты все теперь летают каждый уикенд до луны там до марса и до других планет а у них непосредственно в артеке есть свой какой-то маленький определенный пионерский космодром который они могут там утром днем вечером сесть на кораблик и куда-то полететь понятное дело что во первых это не реализовалось во вторых это смешно на самом деле потому что будущее представляется из прошлого неким скажем так продолжением улучшение какого-то определенного настоящего то есть то что у нас сейчас есть мы готовы всегда улучшать мы хотим чего-то чтобы с ним произошло для того чтобы увидеть некое определенное будущее если вспомнить не знаю там писателей 19 начала 20 века то мы часто встречаем такие же несуразные совершенно предположения о некоем будущем и они все всегда нас так или иначе развлекает но никогда не реализуется в той или иной степени тем не менее каждое такое предположение но принципе наталкивает нас в том числе дизайнеров на то чтобы так или иначе привносить некие изменения в мире поэтому всякие предсказания всякие прогнозы они в какой-то степени драйвят какие-то следующие фьючер фьючерсные технологии и эти технологии на самом деле возникают именно из наших желаний из наших предположений которые мы хотим чтобы они состоялись в неком одоленном или ближайшем будущем если вспомним замечательного предсказания замечательного человека рейма де куртсвейла который является техническим директором google то мы можем заметить что в его предсказаниях есть несколько вещей которые уже на данный момент времени реализуется теми или иными компаниями в том числе там компаниями лона маска и другими поэтому я считаю что любое предположение которое мы рассматриваем исходя из сегодняшнего дня который мы считаем понадобится человеку и его окружению так или иначе она подвигает нас на создание чего-то нужного и чего-то важного для человечества какие существуют проблемы на данный момент времени если говорить про директор дизайн то безусловно их две первая часть у нас произошло некое нивелирование между скажем так дизайнами сайтов у нас произошло нивелирование отличие между дизайном интерфейсов дизайны автомобилей стали похожи друг на друга как одна капля воды это тенденция не сегодняшнего дня это тенденция которая началась задолго до сегодняшнего дня 10 лет как минимум она находится на пике своей популярности тем не менее люди которые пользуются продуктами которые похожи друг на друг друг на другу друг на друга ну вот они как бы становятся неудобоваримые для конечного пользователя очень часто видишь ситуацию когда на рынке присутствуют определенные популярные сайты на нем присутствует как это определенная аудитория но как только появляется другой сайт который отличается не знаю там по функционалу или по дизайну от этого то большая часть народу быстро или медленно перемещается на новый сайт удержание аудитории основная основная задача любого ресурса как-то будет как-то это медийный какой-то ресурс информационный ресурс или какая-то сервисная платформа поэтому задача каким-то образом индивидуализировать этот процесс да она стоит очень жестко следующее интернет наполняется в следующей проблемах вторая проблема интернет постепенно наполняется двумя категориями пользователей первая категория пользователя пользователей это стандартная категория наплыва новых поколений которые приходят в интернет о которых мы практически ничего не знаем можем только предполагать те или иные вещи о них ближайшем будущем у нас появляется новая взамен старой аудитории миллениалов аудитория центиниалов это аудитория которая вообще на данный момент даже не изучалась никем даже на уровне там психологии или социологии и так далее это некая группа людей которые в принципе не доверяет существующим правилам игры она не доверяет существующим каким-то гипотезам существующим процессом или структурам процессов она пытается воспринимать все индивидуализированно заточена лично под них вторая категория людей извиняюсь их бабушки этих центиниалов совсем недавно мы проводили исследования по поводу того почему происходит рост людей которым за 60 да в принципе этим людям совершенно не свойственно обращаться к интернету как к чему-то необходимому но тем не менее за последние два года был зафиксирован рост извините людей старше 60 лет на уровне трехсот процентов путем неких определенных исследований было определено что это происходит за счет коммуникаторов которые для бабушек и дедушек является более эффективным средством связи нежели для нежели стандартные средства связи типа телефона несмотря на то что категория бабушек которые скажем так приходят в интернет естественным образом потом нейтрализуется я прошу прощения но вот у нас остается по-прежнему достаточно большой массив молодой аудитории которая приходит о которой мы не знаю абсолютно не знаем ничего эти две проблемы которых я только что сказал говорят о том что мы реагируем на проблемы которые создаются не знаю там в самом интернете создаются по отношению к интерфейсам которые мы используем практически реагируем на на эти две проблемы постфактум то есть после того как произошло что-то негативно в данном случае скажем так люди захотели что-то нового и вплывает какая-то новая аудитория мы где-то через год через два через три реагируем на эти изменения что сказывается прежде всего на каких-то коммерческих задачах которые стоят перед проектом мы понимаем что коммерческие задачи они стоят во главу угла что необходимо с этим делать вот есть некие определенные тренды есть не определенные решения которые возможно ближайшие несколько лет произойдут мы сейчас как раз рассмотрим первое надо прекратить использовать так называемые линейные пути пользователя которые сейчас являются платформой для всех абсолютно работ по тем или иным диджитальным активациям что такое линейность в области и x это прежде всего некая у среднем средне арифметического усредненное решение по достаточно большому кругу сегментов целевой аудитории когда мы выдаем на любого человека неважно это мужчина или женщина молодой человек или более зрелый человек один и тот же путь следования одно и то же меню одну и ту же картинку один и тот же контент в принципе ближайшее время там это буквально год или два эта ситуация будет меняться во первых будет происходить переход к полиморфным юг сценариям когда пользователи будут прежде всего определять индивидуализацию своего пути соответственно это повлечет за собой и изменения в дизайне любого интерфейса будет изменяться и затачиваться индивидуально под каждого пользователя меню под каждого пользователя естественно контентная часть и структура того или иного носителя информации будет той сайт или какой-то другой сервис может быть мобильное приложение на основании чего это будет происходить в основном это будет происходить на основании слияния двух частей это бигдаты внутри которой содержится информация о любом сегменте пользователи начинают соцдема и кончая его краткосрочными и долгосрочными интересами и системой аналитики его и поведения в пределах данного интерфейса это достаточно затруднительная с точки зрения ресурсов технология но тем не менее она будет нужна для того чтобы персонализировать под каждого пользователя то ли то ли иное решение в области дизайна для того или иного ресурса следующее что у нас произойдет сейчас где где бы мы ни были на сайтах используется достаточно четкая линейная практика провода пользователя прежде всего человек приходит разглядывает какую-то то товарную линейку чего-то или там какой-то информационный контент и дальше он постепенно или там быстро достаточно переходит к завершению этой ситуации получив ту или иную вещь или не получив и уходит сайту основная задача которая стоит ближайшие год-два это удержание существующего сегмента пользователей почему сожалению вообще сама целевая аудитория естественным образом прекратила свой рост в том скачкообразным режимом который она жила там с конца восьмидесятых до где-то середины не знаю там до двух тысячи десятого года и основной задачей является безусловно удержание пользователя для того чтобы его держать его необходимо развлекать на этом сайте понятно что сейчас там уже там лет пять там используется некая определенная геймификация на этого недостаточно поскольку не создается на ресурсах определенной целостной среды поэтому основной задачей в дизайне и не только дизайне и в креативе в том числе по отношению к директор активации и директор ресурсам будет драматизация этих ресурсов необходим будет реализовывать полный сюжетный план поведение поведение человека на данном ресурсе это так называемый кинематографический подход к дизайну когда мы будем использовать всю линейку скажем так сценарной части киноиндустрии по отношению к сайту то есть человек должен переживать некую историю находясь внутри этого сайта из чего состоит сценарий любого кинофильма в данном случае скажем так сценарий сайта или какого-то другого отдельного ресурса прежде всего это завязка сюжета там где у нас раньше происходила адаптация пользователя далее развитие сюжета когда на пользователь будет получать продуктовый опыт и будет получать естественно должен получать от это удовольствие кульминация это приобретение продукта или информации на этом сайте то есть получение какое-то определенное удовольствие и наконец сладкая вишенка на торте который сейчас практически не используется это финал как я его называю некий закатный момент когда мы застал скажем так заставляем пользователя помнить об этом ресурсе и возвращаться на него снова и снова финальная часть закат это когда герой до уходит полностью счастливый до вдоль по берегу моря до куда-то в сторону заходят скан так заката солнца эти четыре пункта будут через какой-то момент времени достаточно обязательно для любого директор ресурса это накладывает на всех нас определенные дополнительные требования в том числе в области выработки стратегии информатизации данного ресурса в области стратегии копирайтинга на данном ресурсе и создавать некую целостную картину в общем запоминание не конкретно дизайна сайта а запоминание неких определенных действий внутри него кроме того наверное все таки этого было бы недостаточно поэтому она на основную сцену дизайна будут выходить те вещи которые до этого были на втором плане помимо всем известных стандартного подхода ну когда мы используем определенные дизайнерские приемы будут использоваться три составляющие так называемый нуль дизайна это использование бесконтактного интерфейса аудио интерфейсе тактильного интерфейса понятное дело что каждый из этих пунктов он так или иначе уже реализован в этом мире бесконтактный интерфейс это все что связано с бесконтактными жестами типа кинекта мувая эксена аудио интерфейс серии google на у картаны и так далее тактильный интерфейс хапнотик фидбэк эти все пункты станут через какой-то промежуток времени обязательны для всех сайтов поскольку человек запоминает не только глазами он запоминает всеми своими органами чувств это факт дано нам в ощущениях это то что позволит нам расширить экспертизу позволит использовать какие-то новые скажем так мотивации для пользователей на наших ресурсах почему это станет реальным потому что на данный момент времени уже практически где-то полтора года идут большие вливания инвестиций на разработку скажем так назовем это аккумуляторов для наших замечательных мобильников которые позволят выдерживать все те эффекты которые я в общем таки сейчас о которых я сейчас рассказывал достаточно длительный промежуток времени этот факт он нам дает возможность быть уверенным в том что пользователи будут этим пользоваться есть одно небольшое допущение которое я последнее время слышу от достаточно большого круга людей то что мы прошли высшую точку упрощенного дизайна минимализма флета и так далее и люди начинают скучать по сквиморфизму наверное это какая-то определенная неправда люди просто скучают по многообразию определенной формы тем не менее достаточно длительное нахождение в точке плоскостного дизайна да уже в общем-таки пользовательской среде некоторой степени приелась поэтому скорее всего 2017 год будет стартом для выхода других скажем так форм дизайна модные тенденции скорее всего уход от плоскостного упрощенного дизайна будет происходить по трем направлениям возможно я скажу какую-то определенную спорную вещь но скорее всего это будет материал дизайн это будут 3d разработки опять-таки для сайтов и это будет виртуальная реальность пожалуй виртуальная реальность cvr она наиболее перспективна в эту область особенно с учетом того что ближайшие там два-три года эти системы будут не только представлены как виде отдельных каких-то систем отдельных там очков и так далее она будет полномерно встраиваться как мобильные так и десктопные системы поэтому наверное стоит уделить внимание и этому направлению в том числе мы достаточно часто последнее время слышим о таком понятии как интернет вещей да когда-то это достаточно жесткое понятие было недоступным для нас и был в основном использовалась большими компаниями в области логистики в области каких-то дополнительных коммерческих усилий осуществленных на этот раз интернет вещей доходит до конечного пользователя это задача не только дизайн сообщества заняться скажем так этим спектром вещей но эта же проблема сейчас развивается несколькими важнейшими институтами которые есть нашей стране которые за пределами нашей страны интернет вещей это некая единая сеть соединяющая окружающие нас объекты реального мира и виртуальные объекты вместе с нами холодильник автомобиль без водителя там не знаю какие-то гаджеты дополнительные умные дома и так далее это все что нас ждет в ближайшие 10-15 лет но к этому моменту мы должны будем подготовиться безусловно к этому моменту дизайнерское сообщество должно быть готово что нам придется обрабатывать не 12 экрана как до сих пор до при помощи адаптивного дизайна а достаточно большой набор совершенно нестандартных экранов которые располагаются не только в плоскости но могут быть трехмерными могут быть маленькими большими прямоугольными круглыми треугольными какими угодно и для всех этих систем если они связаны на какое-то одно взаимодействие одной системы вещей с одним индивидуальным пользователем должны подчиняться правилу единого интерфейса пока не было тех или иных разработок в этой области поэтому предстоит на на ближайшие год-два может быть три до начать разрабатывать некие стандарты для этих вещей здесь стоит небольшой с контакт противоречия да я сказал только что про единый интерфейс но тем не менее до сих пор используются специальные интерфейсы для каждого объекта в системе интернета вещей если не получится из скажем так создать некую единую единый стандарт для интерфейсов по всему спектру интерфейсов используем в интернете вещей значит придется работать еще более скажем так мощно по лошадиному в область создания дизайна интерфейсик каждый конкретно отдельные вещи для всех тех вещей которые сейчас сказал в принципе наверное понадобится немножко другой дизайнер не совсем тот который есть сейчас который в большинстве случаев обладает одним-двумя профилями ну вот чем же будет обладать этот новый дизайнер но вот этот вопрос меня мучает достаточно давно и наверно он никогда не отпустит но так как время изменяется достаточно бодро требования к дизайнеру изменяются достаточно мощно первый пункт это многопрофильность дизайнер наверное станет не только дизайнером скорее это будет дизайнер там программист дизайнер верстальщик дизайнер что угодно еще во вторых арт-директор уже в не будет никогда просто директором скорее все будет в том числе и дизайном опять-таки программистом неважно что у них будет определенное разделение каких-то полномочий у арт-директора с контакт следить за так общим направлением решения то ли иной проблема дизайнера за реализацией хороший этого решения но тем не менее разница между типажами дизайнеров их экспертизы и компетентностью и между арт-директором и дизайнером она будет потихоньку смываться надо понимать что в ближайшем будущем надо ждать притока определенного количества дизайнеров системе как бы решениями которые рассказал на предыдущем слайде можно ожидать из контакт софтварной индустрии это тоже возможно владение дизайн мышлением на та вещь которая в основном как бы сейчас дается людям не дизайнерского направления в основном для коммерции для того чтобы они как бы освоили восприятие создания продукта не только с точки зрения коммерции к сожалению должен констатировать что сами дизайнеры не всегда понимают что это такое это раз номер два они их не всегда допускают даже если они знают что такое дизайн мышления до создания того или иного продукта ближайшие два-три года для скажем так поддержания конкурентоспособность того или иного товара придется вводить дизайнеров в систему создания продукта запуска его на рынок от его начала до самого конца без этого к сожалению продукты будут мало конкурентоспособны поскольку на первом месте на первом месте в товаре на первом этапе продажи конечно становится дизайн я даже наверно могу предположить что где-то наверно в течение там 7-8 лет в советы директоров некоторых больших корпораций могут войти я извиняюсь конечно но дизайнеры ну вот они будут определять во многом стратегию развития продукта на краткосрочной долгосрочной перспективе также наверное современный новый дизайнер будет обладать некой компетенции которую он сможет и захочет отдать наружу минуя его постоянное место работы поэтому наверное дизайнер будет создавать свою снова свой новый бизнес и наверное ближайшие там 4-5 лет количество дизайн студии созданы дизайнерами или создание каких-то консалтинговых бюро которые создают дизайнеры для продвижения того или иного продукта или создания или организации будет расти это скажем так некие определенное предположение и некие определенные вещи которые мне дают люди с которыми я работаю с которыми я так или иначе пересекаюсь но я в общем таки с ними согласен понятное дело что важность роль новой роли дизайнера она скажем так немножко впечатляет тем не менее надо понимать что будущее может немножко сыграть злую шутку с нашим созданием и дизайнеры начнут мнить себя некими божественными существами создавать определенные большие и ненужные вещи которым будет смешно поэтому скорее всего новый дизайнер не будет скажем так бестолково относиться к своему труду к своим продуктам которые он выпускает скорее всего он будет более образован он будет более подкован с точки зрения коммерции лучше он будет понимать суть проблемы и суть вращения продукта значительно лучше предлагаю посмотреть небольшой ролик о том во что не должен вырасти в конечном итоге дизайнер нового поколения вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно говоря, и все. На самом деле, извините за определенную краткость этой лекции. Спасибо. Спасибо. Основная мысль, которую я хотел бы донести до вас, это вот все вещи, которые я сейчас сказал, это некие контрпункты на вашем творческом, на вашем профессиональном пути, которые дают возможность его развивать в большем, скажем так, растянутом состоянии, когда возникает большее количество путей, больше вариантов решения той или иной проблемы, и это будет способствовать развитию нашей индустрии. Поэтому желаю, чтобы вы думали, прежде всего, над некими проблемами, которые стоят в будущем. Спасибо. Наверное, там вопросы будут, если есть. Смотрите, у меня вот вопрос такой возник. Вот вы рассказываете, что будет некая эволюция интерфейса. У меня возник вопрос. Смотрите, как вы считаете, пользователь будущий будет ли готов к таким изменениям? И, ну, как сказать, глобальным изменениям в плане того, что веб-сайты будут, как вы сказали, ориентированы на трехмерную графику и так далее. То есть такая есть вещь, когда, значит, небольшое изменение буквально в дизайне сайта приводит к тому, что пользователь начинает вновь привыкать к этому дизайну, к управлению. Вы не могли бы прокомментировать, как вы видите ситуацию, как пользователь будет воспринимать изменения в будущем? Я понял вопрос. Я понял, что там всевозможные хотелки, которые дизайнер может применять. И как это будет отражаться на пользователе? Спасибо. Мне спасибо за вопрос, я его понял. Ну, во-первых, я сразу сказал, что основное, что будет происходить на нашем рынке, это изменение отношения к пользовательским сценариям. То есть в большей степени нам придется работать с фидбэком от пользователя. То есть информацию для создания новых интерфейсов, нового дизайна будут поставлять нам непосредственно пользователи. То есть то, что они хотят, то, что они желают в неком определенном, там, краткосрочном, долгосрочном будущем. Не мы им предлагаем новые решения, а они нам предлагают бесконечное количество вариантов того, что хотят они увидеть в будущем. Это в какой-то степени фильм, снятый по сценарию зрителей. То есть так, как они хотят. Я знаю несколько таких примеров, и даже именитые режиссеры использовали этот прием не всегда удачный. Поэтому наша дизайнерская задача заключается в том, чтобы использовать основные хотелки пользователей, но при этом сделать таким образом это все, чтобы им это было интересно. То есть чтобы одновременно пользователь понимал, как работать с той или иной вещью, поскольку он ее заказал. И во-вторых, он был неожиданно обрадован тем новинкам и новшествам, которые были бы для него интересны, удобны, информативны и функциональны. То есть это вот обязательная штука, есть базис персонализации пользователя и сверху наша надстройка. Вот как-то так. Большое. Поаплодируем. Следующий вопрос у нас тоже есть. Хорошо. Добрый день. Да, спасибо. Очень интересная познавательная лекция по плотности содержания. Приятно возбудило. Вот. Вопрос такой. Я просто сам занимаюсь видеопроизводством. Скажите, а вот вы упоминали про инструменты драматизации. А какие-то конкретные кейсы, примеры того, что уже сделано, подобных проектов можете назвать? Просто интересно посмотреть. Был замечательный проект. С к сожалению, название его полностью не помню. Это французский кейс. Там связанно про спасение. Там сценарий связан про спасение на воде. Мы, наверное, его все видели при помощи колесико-мышки или, скажем так, пальчика. Мы должны были продержать человека на воде достаточно длительный промежуток времени. К сожалению, история кончалась плохо и он умирал. Но, тем не менее, там была какая-то определенная офигенская совершенно сюжетная завязка. И была определенная, к сожалению, неоптимистичная развязка в этом деле. Понял. А вы это видите как инструмент, который агентство должно давать? Или это какая-то коллаборативная работа, в которой должны привлекаться специалисты сценарные, драматурги? Это, безусловно, интегрированная работа большого количества специалистов. Наверное, я это не указал здесь, но в будущем, скажем так, разработкой дизайна, креатива именно в этой отрасли, в области драматизации диджитового ресурса будет заниматься большее количество специалистов и так далее. Но при этом, как я уже сказал, так как будут многопрофильные специалисты, то, скорее всего, команды не вырастут намного. Просто экспертизы внутри команд, которые это разорабатывают, будут шире, больше и многообразнее. Финальный вопрос, я умолкаю. Я представляю здесь просто в некотором смысле как раз сообщество сценаристов, назовем их так громким словом. Чтобы сделать шаг навстречу индустрии дизайна, нужно прийти к кому, чтобы сказать, «Ребят, давайте сделаем такую штуку, это круто». В агентство? Можно ко мне, можно в BBDO, можно в Янг Рубиком, кому угодно. Это большой спектр людей, которые обладают некими возможностями для реализации интегрированных больших проектов. Круто, спасибо. У нас еще есть время на вопросы. Если кто-то хочет, уже больше рук. Видимо, надо было просто начать, правильно? Давай. Добрый день. Была информация о том, что дизайнер в будущем станет чем-то большим, чем просто дизайнер. Но нет ли боязни того, что таким образом он начнет распыляться вокруг и одновременно будет вроде как всем, но при этом ничем? Ну, может быть, вполне. Я на самом деле это делаю предположение из тех хотелок, которые есть сейчас перед индустрией, перед заказчиками и так далее. Есть вероятность того, что как они будут расширять экспертизу, так и будут отваливаться какие-то другие экспертизы. Например, мы видели, наверное, автоматизированную систему разработки деталей для космического корабля Уилона Маска, где дизайн уже в большей степени, ну, здесь промышленный дизайн, в большей степени машинная работа. То есть есть вероятность, что дизайнер будет терять какую-то базисную часть своих компетенций и приобретать какие-то рядом стоящие. Это как водители такси, которые через год будут, к сожалению, никому не нужны, поскольку будут беспилотные автомобили. Ну, вот есть такой пессимистический взгляд на вещи. Наверное, все-таки творческое начало никто, никакой робот ближайшие там 50-60 лет не заменит, поэтому, наверное, дизайнерам можно спать пока спокойно. Ура! Но это еще не все. Ура! Просто спасибо. Спасибо за ответ. У нас также есть вопрос из спикера от А. Козлова. Что должно быть главным в дизайне дизайнеров будущего? UX, Story, T-Link, дизайн, мышление? Наверное, все вместе. Понятное дело, что чем больше компетенций, это вообще то, что сейчас перечислено, это смешано несколько разной вещей. Это некие технологии, некие теоретические знания, некие практики. То есть человек должен обладать, наверное, и тем, и тем, и тем, и тем. Знаете, это в достаточном количестве, чтобы решать какие-то определенные свои задачи. То есть понятно, что дизайнеру, который занимается полиграфией в области идентики, например, UX в меньшей степени важен, да? Дизайнеру, который занимается больше дирестальными, это все вот то, что перечислили, важно. Есть еще motion дизайнеры, да, для которых там какие-то другие вещи требуются, а не только то, что сейчас перечислено. По-моему, основное это будет. Но надо еще раз понимать, персонализация пользователя сейчас основная задача. И UX, наверное, основополагающая вещь. То есть некая платформа для надстраивания на дне всех остальных функциональных вещей, которые есть в дизайне. Спасибо. Я думаю, Козлов понял ответ. Дальше вопросы. Еще видели, поднимали руку или уже ответили? Ну давайте, это дизайнеры. Так, о, давай мой. Давай мой. Добрый день всем. Вопрос в целом состоит в чем? Дизайнеру в ближайшем будущем нужно будет иметь многое, да? Поэтому вопрос, как себе многофункциональность эту развить и воспитать, и при этом, чтобы качество работы не потерялось? Спасибо. Во-первых, не надо сразу все в себя впихивать. Во-вторых, есть замечательные учебные заведения, как то Британка и так далее, в которых можно некие определенные дополнительные, скажем так, компетенции развить постепенно, там, в течение года-двух. Ну, мы знаем, в Британке есть интерактивные коммуникации, там люди осваивают, помимо непосредственно дизайна, скажем так, интерактивной среды, в том числе и программинг в легкой форме, верстку и так далее. Это очень полезная штука. И за год там никто не теряет, вроде бы и не терял какие-то свои основные компетенции, а только добавлял какие-то новые. Так, следующий. Еще вопросы? Так, вот девушка, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела спросить, насколько сегодня актуально делать дизайнеры персональной выставки? Интересный вопрос. Это вообще вопрос больше из области, может ли дизайн быть некой частью искусства, на самом деле, поскольку выставка, в общем-таки, определяется понятием нравится-не нравится. Все-таки дизайн в большей степени, конечно, про удобно-неудобно, про решает ли он задачи или не решает. Выставка, к сожалению, не раскрывает всех грани дизайна по умолчанию, поэтому я не считаю, что это необходимо. Но, тем не менее, я достаточно сильно преклоняюсь перед авторами прошлого, к сожалению, настоящими, их достаточно мало, которые делали такие дизайн-вещи, которые сейчас можно встретить в музеях современного искусства Нью-Йорка и так далее. Поэтому, если вы считаете, что ваши дизайн-произведения, они как бы достойны просто лицезреть и благоговеть перед ним, открывайте выставку, заходите ко мне, помогу. Спасибо. Аплодисменты. Давайте еще раз. Уже последний вопрос, я думаю, и потом уже, если Владислав согласится, он уже ответит вопрос и уже тет-а-тет. Вот там девушка далеко, в серой кофте. Ну вот эти тенденции, которые вы перечислили, да, там виртуальная реальность, дополненная, вот, а в основном все это относится, ну, графически, ну, как бы к веб-дизайну, да. А как себя проявит в будущем средовой дизайн, по вашему мнению? Ой, я как раз хотел уйти от этих субъективных размышлений, да, какие будут цвета популярны в следующем сезоне, какие будут шрифты популярны в следующем сезоне, да. То есть это вообще угадай-ка, да, то есть закрыл глаза и начинаешь тыкать, да. Я, честно говоря, даже не думал над этой вещью, я старался предположить некие определенные глубинные процессы, да, некие определенные глубинные течения, которые будут двигать некие следующие изменения в области дизайна. Мы же понимаем, что в области печатных вещей, да, в области, не знаю, стандартного моушена, да, безинтерактивного, там каких-то сверхъестественных революционных вещей в ближайшее время мы не можем ожидать. Поэтому я как бы это не рассматривал, там, что будет популярно. Я не знаю, честно, абсолютно, я иду по наитию, наверное, есть люди, которые определяют просто на все некие определенные течения, есть крутые дизайнеры, благодаря которым, там, другие их копируют и развивают моду на те или иные вещи. Я иногда спрашивал у людей, каким образом ты угадал моду? Он говорит, я ничего не угадывал на самом деле, я являлся застрельщиком этого течения только потому, что мне это понравилось. Я захотел поэкспериментировать в этой области, я сделал, ну, ребятам очень понравилось, они начали это копировать, все, мода возникла. То есть какие-то вещей сверхъестественных, наверное, нет, нет, я не могу сказать ничего про это. Ну что ж, спасибо большое, Владислав, громкие аплодисменты в честь вас, спасибо большое. Спасибо вам. Держите, это вам. Это что? Если что, вы можете задать вопросы Владиславу, если, конечно, вы не против, около вон того баннера. Он будет там, с ним можно будет поговорить тет-а-тет. Сейчас глубокие аплодисменты еще раз провожаем. И не забываем, ребята, что у нас статует мастер-класс от Илья Митрошина с темой «Куда вернет перспектива?» Прямо вон там вы сейчас можете пойти, послушать, там водная лекция, и после этого будет уже практика. Прямо сейчас можете туда подходить. Ну а теперь перерыв, друзья. Скоро продолжим. Продолжение следует...